В Люберцах продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. На днях Владимир Ружицкий проверил ход выполнения этих работ на улице 3-е почтовое отделение. Как оценил новую площадку, глава узнала наша съемочная группа. В обновленном дворе в городке Б установили детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием. Также на этой территории продолжается строительство порядка 15 новых парковочных мест. Асфальтируют тротуары и дороги, укладывают портюрный камень. Ремонт в этом дворе планируется завершить к 1 сентября. Оценить качество выполненной работы смогут и сами жители близлежащих домов. Эта работа в плане, и я планирую, мы ее должны завершить, что касается дворовых территорий, я думаю, до числа 15-20 сентября. Такая стоит задача. Мы не должны уходить в октябрь, потому что в октябре, как правило, в нашей зоне, на нашей территории могут идти дожди, а в октябре уже пойдут и заморозки. Кроме того, до 20 сентября планируется завершить асфальтирование тротуаров и укладку портюрного камня по всей территории городского округа. Бабушка? Я. Вот бабушка, вы не понимаете? Да. Всего в текущем году власти округа запланировали обустроить 69 дворовых территорий, 56 детских площадок, из которых полностью сейчас готовы 52. Также в 2017 году администрация городского округа Люберца включила в план ремонта 58 спортивных площадок. На данный момент люберчане уже могут заниматься физкультурой на 55 готовых объектах. Вот, скажем, таким образом. Вопрос жизни, да? Вы из военных, видимо? Вы же военные. Ансамбль песни Крески ВВС. Заслуженные артисты. Напомним, что жители могут пожаловаться на некачественный ремонт или нарушение в его ходе в соцсетях или же на почту администрации городского округа Люберца, указанную на сайте. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.